Добрый вечер, сейчас уже довольно поздно, пол одиннадцатого, 15 апреля. Я хочу снять еще одно видео с психологическим уклоном. Хотела сказать видос, но слово видос меня бесит, хотя я его часто употребляю. Сегодня я хочу рассказать вам про психологические границы, а конкретно про мой опыт. Вот, впервые про психологические границы я узнала от своего психиатра в 2013 году. Ну, как бы, я точно не помню, что я от него узнала, просто я о том, что я услышала это понятие. Вот, я себе набросала небольшой план, что я буду говорить. Итак, эти загадочные психологические границы. Наверное, многие из вас про них слышали. Что это вообще такое, психологические границы? Даже не знаю, как это объяснить. Ну, так как я снимаю видео про себя, соответственно, буду рассказывать, что это значит для меня. Во-первых, очень важный момент, как я это понимаю, эту тему про психологические границы, то, что они определяются мной и находятся они внутри меня, а не снаружи. Их не определяет другой человек. То есть, допустим, кто-то пошутил надо мной или сказал мне, например, сказал мне, «Ты с этой помадой похожа на, ну, допустим, на кого?» Не знаю, на Надежду Бабкину. Ну, я просто не знаю на кого. Если я почувствовала, что мне это неприятно, это значит, что мои психологические границы были нарушены. Мне не важно, хотел этот человек их нарушить или не хотел. Дело не в нем. Потому что я лично такой человек, что если я не скажу, я буду потом это держать в себе, копить постепенно, отдаляться от человека, перестану с ним общаться. Либо еще такой вариант, что я буду сама его стараться как-то унизить сознательно, и он может вообще даже не понимать, что я его пытаюсь унижать. То есть, для него такое общение приемлемо. Там, называть Надеждой Бабкиной или там, ну, кем угодно, в общем. А для меня нет. Но я в этом общении буду, как сказать, находиться в напряжении. А зачем мне это нужно? Я буду все время как будто, знаете, на войне, там, сидеть из стороншей, там. А я ему так скажу. А он мне так скажет. Ну, короче, находиться в своей такой шизофрении. Вот. Просто я с таким сталкивалась. Вернее, постоянно сталкиваюсь. Когда я говорю людям про то, что... про мои границы, то мне говорят, а я не нарушал твои границы, я не хотела этого делать. Так вот, тут вопрос не в том, нарушал или не нарушал, а вопрос в том, что они здесь. Все. Стоп. Дальше нельзя. Так, значит, просто у меня раньше не было этих границ, и сейчас я только учусь, практикуюсь в них. И вот когда первое время я с этим работала, а это вообще буквально месяц назад началось, ну, когда я начала работать с границами, то я не понимала, где они находятся. То есть у меня была основная фишка, это, допустим, кто-то меня толкнул или там бросил мой рюкзак. Ну, бросил мой рюкзак, такой пример был. И я думаю, нет, у меня сразу... сначала мне неприятно первая мысль, следующая это... ой, но он не специально. Или еще мысль просто почти всегда мне показалась. Вот. То есть у меня я даже не успевала, как сказать, допустить мысль, что мне бы хорошо бы тут раскневаться хотя бы немного. и, ну, выразить человеку то, что, эй, стоп, сюда нельзя. Вот. А у меня сразу шло... нет, тебе кажется. А откуда у меня такая реакция? Потому что в детстве мне все время так говорили в моей семье, что мне все кажется. Ну, кто-то из вас читал об этом в моих постах уже, но примерно такие вещи, как «эцис ветер не колючий», «эцис ветер не болит, ты не хочешь», или там «что ты врешь, ты хочешь». То есть меня постоянно заставляли делать то, что я не хочу, при этом говоря мне, что это вообще приятно, или же наоборот, что то, что я хочу, это неприятно. И у меня как бы потерялся этот мой компас, сбился. Ну, что я вообще хочу. И то есть у меня на автомате прям всё время выскакивает, мне кажется. Если у вас так же, я вам очень сочувствую. И именно для вас я снимаю это видео, потому что я с этим очень страдаю. И я нашла какое-то вот решение для себя. Я не уверена, что оно правильное. Но на данном этапе. И я хочу им поделиться, поэтому я снимаю это видео ночью. Чтобы как можно быстрее страдающие люди без психологических границ обрели их, подобно мне. Так, что там дальше по моему плану? Ложные установки, я это так назвала. Или что мешает на практике строить, ну, как бы, свои психологические границы. Ну, например, мешает стыд. И я пока не могу развернуть тему стыда. Я просто выписала себе это как бы тезисом. А, мне стыдно, я боюсь, что меня отвергнут. Что так же мешает страх. Потому что так часто бывает, что я, ну, говорю человеку, здесь мои границы. А мне говорят, а почему, ну, например, почему тебе все неприятно? То есть, сейчас тут немного мне надо собраться. В общем, как правило, людям не нравится, когда ты им говоришь, что у тебя границы здесь. Вот. И мне самой не нравится, когда мне человек, вот есть один человек, который мне показывал свои границы. Ну, то есть, это ничего особенного, он просто говорил, например, давай перед тем, как созваниваться, будем списываться. Или, например, он мне там написал, давай созвонимся завтра в 11. И у меня такое, у меня был гнев на этого человека. Я какое-то время вообще с ним перестала общаться. Вот. Меня взбесили вот такие границы. Или когда мне человек сказал, что, ты знаешь, мне показалось, что в твоем там, в том, что ты мне сказала, было что-то, ну, там, чувство превосходства или, ну, в общем, что я как-то задела этого человека. И я сразу так вскинулась, как бы, на дыбы. И мне стало неприятно. Но на самом деле, я не помню, по-моему, этот человек все правильно заметил. Я не говорю, что всегда, если, ну, вы что-то чувствуете, что вам что-то обидно, обязательно другой человек хотел вас обидеть, как-то доминировать над вами, там, как-то вас унизить. То есть, нет, я про вот этот конкретный свой пример сказала. И также я говорю о том, что если что-то кажется, то это нифига не кажется. А в первую очередь это, ну, это ваше душевное благополучие. То есть, нужно просто себе признать, что нет, мне не кажется. Не важно, что другой человек имел в виду. Когда психологических границ нет, то важно просто очень внимательно быть к своим ощущениям. Дискомфорт — это сигнал, что границы нарушены. И когда я к нему прислушиваюсь, я обретаю себя. У меня кто-то уйдет от меня, ну, какие-то люди покинут меня, кто-то еще больше станет орать. Такое у меня тоже было недавно. Но я, как бы, за счет таких вот границ я обретаю себя. Вот, я здесь. И, не знаю, я становлюсь какой-то более телесной и реальной. То есть, я начинаю существовать. Я вот сбилась с темой, я говорила про то, что мешает устанавливать границы и про ложные установки. Например, вот такая установка мне часто бабушка говорила в детстве, когда я говорила, что меня обижают дети во дворе. Она мне говорила, а ты не обращай на это внимания, мы выше этого. И, как бы, выше-то выше, выше-то выше, но по факту, как бы, это для меня значило, что закрой глаза и допусти насилие к себе. Ну, не отстаивай себя, вот что это значило. И что проявлять гнев – это стыдно. Стыдно другой вот пример тоже подобного рода. Например, другой мой родственник говорил мне, когда видел, что кто-то ссорится или скандалит, он мне говорил, что, типа, скандалят только рыночные бабы. И у меня вот, как бы, закрепился такой вот образ, что очень благородно просто уйти и ничего не сказать. Я так очень долго делала. То есть я, если меня что-то обижало, мне было ужасно сложно сказать человеку, что мне это не нравится. Я просто уходила с гордо поднятой головой. Но на самом деле тут не совсем о гордости, а мне еще плюс сложно было показать, кто я есть на самом деле. То есть, может быть, показать, что я не хочу его чем-то угощать, что этот человек назовет меня жадный. Или что мне больно, что не надо со мной так шутить, что этот человек мне скажет, ты что, шуток не понимаешь? Вот сегодня у меня был такой пример, мне сказали, ты знаешь, что такое юмор? Вот. И я, ну, растерялась опять. Вот. А раньше, то есть, я вообще не могла в конфронтацию вступить. Мне 27 лет. Так что, если у вас такой же, ну, запущенный случай, как у меня, то вот я только сейчас начинаю, как бы, сказать, оперяться, ну, выздоравливать, ну, не знаю, чувствовать себя, как бы, лучше. То есть, и, в общем, ничего страшного, если у вас тоже есть какие-то проблемы. Вот. Никогда не поздно. Ну, многие люди живут в этом до старости. Вот. А, и ещё ложная установка, очень тоже крутая и сильная, которая называется «Это я сама виновата». Вот. Я увидела, что она у меня вылезает просто регулярно, и я её выписывала. Вот в каждой ситуации я прописываю там, и у меня «Это я сама виновата». «Это произошло со мной, потому что это я». Это тоже, я помню, мне так кажется, что мне это говорили в детском саду, когда я жаловалась, что меня там, ну, там, бьют, как-то не принимают, то мне, ну, мне так кажется, я не уверена, что мне говорили что-то вроде того, что ты не умеешь за себя постоять, тебе просто, ты скажи так, не бейте меня, и всё, я тебя отстану. Хотя, на самом деле, мне нужна была поддержка родителей, но я себя не должна была защищать, когда мне 4 года. Вот. Ну, и, как бы, я не могла это делать, потому что, ну, у меня не было навыков таких, потому что дома на меня, ну, как бы, тоже всё время орали. Вот. Ну, может, не всё время, как бы, но, в общем, у меня не было навыков защиты, и моя семья за меня тоже, получается, в саду не заступалась. И, короче, вот эта установка, что ты, ты должна себя так поставить, чтобы тебя не обижали. Вот как я могла в 4 года знать, как мне себя надо поставить. Вот. Так вот, тут суть в том, что я не виновата, что, там, человек нарушает мои границы. Ладно, я уже немного заговариваюсь, я устала. Ну, короче, нужно отдать вину тому, кто за неё ответственный. Если кто-то агрессирует, то это не я виновата, не я плохая, а человек этот. Вот. Ну, это не совсем тема уже про границы, но, тем не менее, предлагаю эту вину с себя снять. Вот. И просто нести ответственность, как бы, за свои границы самому, что уметь сказать «нет» — это очень сложно. И вот последний пункт, собственно, который я себе записала, что, как реагируют люди, когда я ставлю границы. По-разному. Ну, как я сказала, один человек стал ещё больше кричать. Другие люди, три человека мне сказали «да как с тобой вообще общаться, тебе везде больно». Вот. Мне это тоже было неприятно. Я, наверное, с этими людьми не буду общаться. Вот. Что ещё такое, может быть? Могут люди перестать общаться. Ну, то есть, такого у меня, правда, не было. Ну, короче, что они отвернутся, вот. Нужно быть к этому готовым. То есть, реакция агрессии, она в разных формах, она может быть. Она частая, потому что, я говорю, когда мне кто-то говорит границ, меня это тоже раздражает. Вот. Ну, так же есть и люди, которые останутся. Они обязательно найдутся, которые услышат это. И у меня такие люди есть. И, как бы, на примере этих людей я поняла, что, блин, со мной всё нормально. Ну, то есть, у меня была мысль, что со мной капитально что-то не то, раз у меня такие трудные границы. Но ведь есть люди, с которыми у меня нормальные отношения и довольно долго, которые слышат, когда я им говорю, и, другими словами, мне больно. Вот. И они готовы к этому прислушаться. Вот такой мой опыт. В общем, надеюсь, что будет вам полезен.